Два заброшенных здания снесут, а вокруг третьего установят ограждение. В Петропавловске взялись за решение вопросов с заброшками. На обращение местных жителей откликнулся депутат Гордумы Павел Сайдочаков. Так, пожарная станция МЧС на улице Горького давно не эксплуатируется. На её территории находятся вышка и два гаража, один из которых заброшен, а в другом располагается СТО. Там постоянно собираются дети. Дети разные с района. Они играют там, по всей видимости, устраивают свои квесты и они иногда кидают камни на территорию детского сада. По вечерам собираются личности маргинальные, распивают спиртные напитки. Опять же, все эти бутылки, вот они вот тут валяются везде, также летят к нам на территорию. Мы вынуждены косить здесь траву для того, чтобы у нас был обзор. Мы обратились к нашим депутатам, чтобы они нам помогли с этим вопросом, потому что сами мы решить это не можем. Депутат осмотрел место бывшей пожарной станции и обратился к начальнику управления МЧС по Камчатке. Стало известно, что этот объект планируется под снос и изыскиваются деньги. Мы привлекли внимание нашего губернатора к этому вопросу. Он обещал наладить содействие межведомственное. И мы надеемся, что в скором времени это здание будет снесено, а территория, этот земельный участок будет передан городу. Еще одно проблемное здание находится на проспекте Карла Маркса. Стройка давно заброшена. Жители района говорят, что хозяин участка не появлялся здесь много лет. Здесь бегают наши дети. Они лазят до третьего этажа, а зимой прыгают в снег с этих этажей. Гонять их бесполезно, потому что это дети. Мы же не можем сами стоять и приходят сюда подростки из других районов и тоже все тусуются вот на этой стройке. Как бывает, что здесь балуются, чем-то занимаются. Неоднократно обращались в жилищную инспекцию, в какую-то строительную инспекцию, в контрольное управление. Обращались по поводу того, чтобы как-то оградить вот эту стройку. То есть здесь должна быть какая-то нормальная забора, может быть охрана должна быть. Как правило, нам приходит бумага, что предписание донос до такого-то момента, до какого-то там срока устранить. Дальше никто не проверяет эти сроки. Судьба недостроенного здания сейчас решается в суде. Собственник оспаривает право на владение участком. По недостроенному зданию на Карла Маркса, которое у нас здесь рядом с нами находится, в октябре 2020 года истек срок договора аренды. И в марте Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений вышло в суд с требованием об изъятии этого участка, передачи его обратно в город. Пока решается вопрос, вокруг стройки установят ограждение. Ещё один объект, вызывающий опасения, это заброшенный детский сад в микрорайоне «Геологи». Это частная территория, а хозяева за ней следят. Вокруг здания разбросаны старые доски с гвоздями и мусором. Собственнику уже говорили о необходимости поставить ограждение, но из-за его бездействия ему грозит крупный штраф. При этом он обязан установить ограждение в течение месяца.